Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Его доклад называется «Преодолевая апатию, насилие в художественных стратегиях». Мне легче говорить по-русски, но я буду по-английски говорить, потому что я изначально по-английски подготовила доклад. Эта презентация основана на моем исследовании, которое касается художественного активизма. Продолжение следует... Россия 2000-х переживает взрыв популярности различных альтернативных форм протеста. Эксперименты таких групп, как «Московский оционизм» — это были действия такого закрытого сообщества. В 2000-е годы различные перформансы, художественные акции, флэш-мобы и подобные рода события — они вошли в репертуар различных групп политических и художественных активистов. Вопрос, как это произошло, как это происходит, как художественный активизм, и какие черты политического и общественного контекста они оживают в работах активистов. В этом докладе я хочу на отдельных аспектах, на их связь с насилием, с апатией и конкретными обстоятельствами, которые в начале 2000-х. Под насилием я, прежде всего, в первую очередь насильственный характер образа, а не брутальную силу, но вы увидите, что насилие образа, оно под тем же правилом работает, как и такая брутальная сила. Для начала я бы хотела определиться с терминологией. С XIX века идет спор о точках соприкосновения искусства и политики, но для того, чтобы избежать каких-то слишком сложных споров на эту тему, я бы хотела уточнить термин художественный активизм. Акцию, я понимаю, как формула протеста, это такое прагматическое определение. Что касается эстетики, активизма, да, это всего лишь форма заявления о своей политической позиции, и это явно наши листовки и брошюры, они призваны прояснить то, что мы хотим сказать. Как Стив Ламберт говорит об этом, это политизация художественного опыта. Художественный активизм, он соединяет эффективное и аффективное. Язык искусства, вопрос, это задаваемые вопросы. Искусство говорит человеку, что другие миры возможны. Я занимался тем, что Стюарт Холл называл политика сигнификации, борьба различных деятелей против гегемонии и подавлений или гегемонии их интерпретации какого-то конкретного вопроса. Те, у кого есть власть, у них есть монополия. Мы протестуем против этой монополии. Их художественные действия каким-то конкретным образом интерпретируют. Для того, чтобы эта интерпретация была эффективной, надо привлечь внимание... Аудитория состоит... Аудитория эфемерна, виртуальна и раздираема социальными различиями. Независимо от отчуждения, объединяет людей. Независимо от того, трезвые они или пьяные, потому что публика существует только в виртуальном смысле, как в соединении отдельных членов. И вот тут-то как раз вступают в игру фигуры апатии и насилия. В двух смыслах. Во-первых, идея апатии аудитории, идея апатии публики. И о насилии образа призвана преодолеть эту апатию и мобилизовать эту аудиторию. Активисты говорят, что акция должна быть противоречивой, провокационной. Надо совершить акт насилия над сознанием аудитории. И акт должен быть неожиданным. Это именно то, что Беньямин называл шоком. Он описывает это как шоковый эффект искусства в своих эссе об Адлере. Как метафору живых организмов, которые закрыты щитом, который призван защитить организм от внешних раздражителей, а с другой стороны, для того, чтобы воспринимать сигналы внешнего мира. Он использует эту метафору для описания сознания. И именно так он описывает Бадлера и художников искусства модернизма. Это искусство перенаселенных городов. И для того, чтобы достичь эффекта, искусство должно быть шоковым. Бадлер сделал шок своим основным приемом. И он находится в состоянии дуэли со своей публикой. Бадлер ставит шоковый опыт в центр своего искусства. Второе эссе – это произведение искусства в эпоху технического воспроизведения. В дадаизм, например, для Бенемина шоковый эффект – это присутствие сознания. Например, это составляет шоковый эффект фильма, который усиливается усиленным присутствием сознания. Различные инструменты позволяют описать шок – это диалектическое внимание и отвлечение. Это присутствие сознания и отчуждение. Шоковый эффект в представлении Бенемина требует постоянной концентрации сознания. Но сама необходимость концентрироваться, фокусироваться, связанная с фактом отчуждения и отвлечения, это такая диалектика технологии шока. Для него, в его понимании, это предлагает новые возможности и новые формы отчуждения. Для него шок – это симптом отчуждения. И вот эта рамка… Шок позволяет понять насильственную природу образа в активизме. Это диалектика отчуждения, отвлечения и внимания, управления вниманием. Как говорит один из активистов, любые обычные акции, они не работают. Люди к ним принимают. Человек получает листовку, он ее комкает и выбрасывает. Надо привлекать внимание иным образом. И вот тут мы приходим к акционизму. Они видят рутинизацию, формализацию традиционных форм протеста, которые зародились в XIX веке и стали привычной частью городской жизни и утратили свой инновационный потенциал. Использование альтернативных каналов коммуникации и распространение информации – средства выражения доступны теперь всем. Скажем, закрасить стену. Иногда нужно читать то, что написано на заборах, если другие носители информации еще более вертикальны. Помимо этого, активизм много рефлексирует относительно глобализации СМИ. Заставить людей читать свой манифест можно посредством использования каких-то политических вопросов или другая. Мы видим очень много рекламы. Надо научиться читать сознание людей, читать, что люди думают, посредством каких-то дешевых трюков. Использование театральных приемов. Для маленьких групп, не более 10 человек, театральные хэппининги – это привычная практика. у них не так много ресурсов для того, чтобы достичь политического эффекта. Устроение каких-то театральных… Театр сведен к минимуму и становится формой саморепрезентации. Массовые организации действуют согласно иным правилам. И ряд моментов, которые касаются особенностей российской и постсоветской политики. Ольга Зайцева пишет об этом так. Прежде всего, акция, она не подразумевает запрашивание разрешения у государства. Надо искать те пути, которые позволяют избежать вот этого контроля. Если вы небольшая организация, очень сложно получить разрешение, скажем, на какой-то съезд в центре города, или на какое-то мероприятие в центре города. Поэтому такие акции очень часто организуются людьми, которые не выражают свои политические предпочтения. И это подчеркивает аутентичность на фоне таких фикций, как суверенная демократия или карманные политические партии. В итоге можно сказать, что насильственный характер образа, который используется в художественном активизме, это сигнал апатии, которая присутствует в восприятии людей. Мне кажется, что очень сильная метафора, которая объясняет эту ситуацию с акционизмом. Это акция, которую провел Петр Павлинский, когда он пригвоздил свою машонку гвоздем к брусчатке Красной площади. Здесь содержание сведено к форме. Послания никакого в этом нет. Он объясняет, что этот перформанс можно воспринимать как метафору апатии политического безразличия российского общества. Государство превращает страну в одну большую тюрьму и с помощью полицейского аппарата и других репрессивных структур. Это такой триумф полицейского государства. Это идеальный образ. Также, как и содержание акции, оно сведено к принципу использования насилия. От невинных форм переходит к более брутальным формам, в случае Павлинского, когда он наносит травмы сам себе. Любопытным образом, это взаимодействие апатии и насилия направлено на самих активистов. Можно сказать, что активизм, как часть коллективной акции, это часть коллективных действий. С одной стороны, она мобилизует публики, но и для самих активистов. Это важно, она позволяет им преодолеть собственную апатию. Мы проводим эти акции, чтобы напомнить людям о своем существовании. И здесь все способы хороши. Или еще одна цитата. Иногда группа чувствует себя, как будто она в состоянии застоя. Но в то же время, это некая такая самомобилизация посредством насилия. Когда есть какой-то четкий сценарий, какая-то ответственность у каждого, у всех участников процесса. Когда акция подразумевает взаимодействие с аудиторией, когда вы провоцируете аудиторию, вы должны что-то преодолеть внутри себя. Это насилие помогает не только преодолеть апатию, но и отчуждение. Оно помогает разобраться с этим ощущением, что это не твой город. Начинаешь понимать, что если будешь петь песни громче, это хорошо. Это сокращает дистанцию. Начинаешь, перестаешь чувствовать угрызение совести, связанное с тем, что кому-то мешает. Люди не, это не какие-то инопланетяне. Очень важно пережить вот это взаимодействие. Но это не сводится к вопросам доверия и отчуждения. Это попытка воспроизвести некий экзистенциальный опыт мобилизации. Один из центральных элементов художественного актимизма – это создание экстремальных ситуаций. Революции нет, но можно стать городским партизаном, залезать на крыши, развешивать баннеры. Таким образом чувствуешь, что ты становишься частью политики. Но политики это и нет. Ты искусственно создаешь эту ситуацию. Интересным образом моделью этих действий стали не события реальной жизни, но какие-то истории из литературы, из искусства просыпаешься и понимаешь, что Ленин тоже так просыпался. Вместе литература дает какие-то модели. Переживаешь те эмоции, о которых читал только в книге. Читая книги о революции, ты понимаешь, что эти люди переживали. Но в реальной жизни ты не можешь этого пережить. А вот подобный активизм, он позволяет пережить такие эмоции. Так говорят активисты. То есть такой воображаемый революционный опыт, о котором говорят активисты. Все, о чем я сказала, можно подытожить. Активизм мобилизует публику и позволяет тем, кто совершает эти акции, преодолеть собственный конфамизм, пережить революционный опыт такого неотчуждения и воспроизвести этот революционный опыт в личной жизни и преодолеть вот эту политическую беспомощность, а не получать возможность мобилизовать себя. И это, конечно, приводит к насилию, насилию образа, провоцированию неожиданных ситуаций. Это, конечно, брутальное насилие, но тем не менее, его логика связана очень как раз с логикой террора, с тем, что пытались делать якобинцы в постреволюционной Франции. Революционная, имеет свой ритм, а мобилизация происходит после общественного недовольства, и после революции вдруг возникает гражданская апатия. Активисты пытаются мобилизовать людей, которые уже демобилизованы. Но последствия могут отличаться, потому что все эти акции, о которых идет речь, они все происходили до того, как ужесточилось отношение к ним государства. Но все они стали результатом такой мечты о мобилизации. И те террора, как возможности продлить революцию насильственным способом, когда революционного события нет или оно еще не наступило, явно вписывается в то разграничение, которое Ааронс проводит между насилием. Эти акции происходят в каком-то публичном пространстве, где все друг другу видны, все его участники. Когда совершается что-то, чего раньше не было, и становится объектом понимания, когнитивным объектом, создается нечто новое. Но за этими характеристиками стоят числа и мнения. Все определяется тем, какое количество людей видели это, и какое количество людей поделились своими мнениями относительно того, что они увидели. Власть всегда за количеством. Можно увидеть некую диалектику между властью и насилием. Утрата власти создает... Важность порождает насилие. Но насилие, конечно, сейчас мы видим, подавление этого активизма, оно заставляет прибегать к более мягким формам. Здесь не угнетатели действуют против угнетенных, но угнетенные против угнетателям. Недостаток власти ведет к насилию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...